Здравствуйте, уважаемые читатели! Впереди новогодние праздники, и мы так или иначе начинаем задумываться, какое животное станет покровителем следующего года. Согласно восточному календарю, есть 12 зверьков-владык. Давным-давно китайцы полагали, что движение самой большой планеты Солнечной системы Юпитера привносит в нашу жизнь всевозможное благо. Для того, чтобы сделать полный оборот вокруг Солнца, Юпитеру требуется 12 лет, и от того животных-покровителей ровно столько же – 12. Владыка 2023 года станет кролик – это четвертое по счету животное в восточном календаре. Почему же год кролика также называют и годом кота? Существует несколько легенд, объясняющих это. Согласно одной из них, когда Будда решил собрать вокруг себя 12 животных в источного гороскопа, он поручил первому из них, крысе, передать приглашение остальным. Но когда хвостатая посланница прибыла, то залюбовалась красотой спящего грациозного кота, и ее одолела зависть. Крыса решила, что незачем привлекать ненужных конкурентов, и ушла, устроив усатому полосатому подлянку. И на собрание к Будде он опоздал. В результате кота решено было заменить на схожего по внешности и характеру животного кроликом. Однако мурчащий зверек никуда не делся и также посчитал себя покровителем, заняв свое место рядом с кроликом. И именно с тех пор существует стойкая неприязнь между котом и крысой. Другая легенда о Будде гласит, что он решил позвать всех животных на свой день рождения. На приглашение откликнулось 12 животных, в большинстве своем связанных с сельским хозяйством. Но на пути к праздненству их путь преградила бурная река. Будда решил подбодрить гостей и устроил соревнования, в каком порядке животное переплывет реку и предстанет перед учителем, так они и разделят главенство над двенадцатыми годами в цикле. Первым и самым сильным оселил реку бык, но замешкался на берегу, отряхивая воду с могучих боков. С его рогов спрыгнула крыса и подбежала к Будде первой. Так крыса открывает цикл, победив силу мышц, силой ума и хитростью. Добрый бык не стал держать зла на хитрого грызуна и занял почетное второе место. Третьим к собственной досаде добрался тигр. Он не очень-то обрадовался победе быка, поэтому каждый год переходный период от быка к тигру сотрясается борьбой за первенство. В этой битве за звание сильнейшего Будда не заметил, кто перебрался на берег четвертым. То ли кролик, то ли кот. Каждый народ выбрал покровителя среди этих пушистых и милых животных на свой вкус. Однако это лишь красивые истории, почему год кролика и кота наступает одновременно. Если он бросит легенды в сторону и обратиться к фактам, то можно узнать, что восточный гороскоп не один, как думают многие, их великое множество. В каждом из них представлен разный набор животных. Так, например, в китайском зодиаке четвертым животным покровителем считается именно кролик или заяц, а во вьетнамском это место занимает кот. Китайские мудрецы не особенно жаловали хвостатых хищников, считая их помощниками колдунов. В нашем фольклоре черный кот тоже известный подручный всяческих ведьм. Поэтому мурлыку заменили аналогом – кроликом. Замена обусловлена еще и тем фактом, что вьетнамские и тайские гороскопы практически идентичны китайскому, и даже транскрипция слова «кролик» на китайском повторяет написание слова «кот» на вьетнамском. Для нас же близки и любимы оба этих зверька. В России прижились и кот, и кролик, поэтому оба этих животных будут владыками наступающего 2023 года. Они вдвоем с полным правом могут претендовать на троны покровительства в течение последующих 365 дней. Кролик и кот – мягкие, ласковые, нежные, добрые, вальяжные зверьки, никому не причиняющие особого зла. Поэтому и ближайший год будет таким же спокойным, добрым и гармоничным, как и эти пушистые создания. Особое значение для зверьков имеет потомство. Пушистики всегда заботятся о своей семье и стремятся, чтобы всем вокруг него было тепло, хорошо и душевно. Готовьтесь проводить много времени с близкими, заботиться о них и наполнять свой дом уютом. Рядущий год черного водяного кролика, который разлучается один раз в 60 лет, повторяет нрав тотемного животного. Поэтому новый 2023 год сулит нам только добро, романтику и семейное счастье. Какие же пушистые книги выбрать для доброго семейного чтения в кругу родных и близких? Давайте вспомним самых знаменитых котов и кроликов, а также познакомимся с ушастыми и мурчащими книгами о них. Про них пишут книги, снимают фильмы и мультфильмы. На многих этих пушистых героях выросло не одно поколение детей. Алиса в Зазеркалье и Алиса в Стране Чудес Льюиса Кэрролла не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых. Ведь там вы встретите сразу двух очаровательных пушистых зерков – хитрого и умного чеширского кота и веселого и шебутного сумасшедшего кролика. По опросам тысяч респондентов, самым известным кроликом в литературе и кино стал белый кролик с большими часами из лошадной сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес». В России же самый известный заяц – это герой из любимого миллионами зрителей мультфильма «Ну погоди», а позже появились и детские книги с его участием. Умный кролик из сказок и мультфильмов про Винни-Пуха – еще один известный представитель длинноухого племени, полюбившийся многим поколениям. В этом схожи и книга Джоэля Харриса «Братец лис и кролик», где кролики становятся чересчур сообразительными, а лисы недостаточно хитрыми. А неунывающий крош из смешариков покорил сердце современные детворы. Что касается котов, то советские мультфильмы подарили нам парочку бесподобных – кота Леопольда и кота Матроскина. Леопольда, который говорил в конце каждой мультсерии фразу «Ребята, давайте жить дружно», обожала вся страна. Дети до сих пор с удовольствием читают книги с его приключениями. Хозяйственный и экономный кот Матроскин из мультфильма «Трое» из «Простоквашино» – один из самых известных мультперсонажей страны. До сих пор он красуется на рекламных счетах магазинов игрушек и на упаковках молочной продукции. А у книг по приключениям «Простоквашино» вышло много предложений. Поспорить в находчивости с Матроскиным может только кот в сапогах из сказки Шарли Перро. Котенок Гав Григория Остра и кот Базилио из книги «Золотой ключик» или «Приключения Буратино» Алексея Толстого тоже с удовольствием верзвятся как на страницах шелестящих книг, так и на голубых экранах. Юные читатели полюбили очаровательных мяукающих персонажей знаменитой писательницы Холли Веб, а читатели постарше по достоинству оценили кота писательницы Вики Майрон – Дьюи, кот из библиотеки, который потряс весь мир. Это трогательная история о жизни подброшенного котика Дьюи. За все время в библиотеке Дьюи принес много счастья всем посетителям и даже сделал свой город популярным для туристов. Коты и кролики, эти милые пушистики, делают нашу жизнь душевнее и светлее. Они привносят в дом уют, становятся верными друзьями и взрослым, и детям. Они умиляют своей нежностью и делают нас счастливыми. Приходите в библиотеку, читайте добрые книги и пусть год кролика и не все же кота принесет вам все самое лучшее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова